Итак, начало. 6 мая 18-го. Наша команда в количестве 5 человек выдвинулась в сторону города Ридера, где проходила очередная Альпиниада. С погодой нам откровенно не повезло. Шел мокрый весенний снег, на верхах дул шквальный ветер, но настроение пребывало на уровне празднования Нового Года. Встретили команду молодежи, проходящую обряд посвящения в Альпинисты. Нормально так. А цель на 3 дня была освежить практические навыки восхождения в условиях снега, скал, проведения спасработ, ну и в общем получить все, что необходимо для восхождения на Белуху Восточная. К сожалению, льда в нашем регионе почти нет, потому решили получить инструктаж по месту на леднике у подножья горы или выехать куда-нибудь в сторону Алматы, что и случилось. И всей команды восходителям, к сожалению, в Алматы поехать смогли только двое. Город Фонтанов встретил нас с приветливой солнечной погодой. И от Медева до Чамбулака мы решили подняться пешком, дабы пройти небольшую оклемуху для нашей пользы. А путь наш лежал в альплагерь Туюксу для прохождения дополнительной технической подготовки и помощи в организации альпиниады Пикнур Султан 2018. В течение нескольких дней мы проходили акклиматизацию, получали дополнительные навыки, а также помогали по сборам для отправки на предвершинное седе. Скальные занятия, работа в связках и другие важные детали давались нам опытным инструкторам. Все было очень интересно, ну и мы старались ничего не упускать. Здесь люди чище и дружба крепше. Прохождение траверса пика Отечественной войны по Южному Гребню далось нам не без труда. Похудели там не один раз. Однако опыт получили обалденный. Скажи, ой, я кажется, похудел. Сань, так, я полез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Метр у меня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее очередные скальные занятия и подготовка к вылету на высоту 4000 метров для организации предвольшинного лагеря. К нашей неизмеримой радости для заброски нам предоставили вертолеты. Пилоты доставили нас и груз, пока было погодное окно, так как в предыдущие два дня возможности вылета не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, команда и снаряжение заброшены. Настрой сверхпозитивный. Погода исключительно замечательная. И работа по развертыванию высотного лагеря бурно закипела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подготовка скальной площадки, сборка палатки-столовой, построение ветрозащитного бруствера, установка газобаллонного оборудования, сборка столов, лавок. Это то основное, что было выполнено в первый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В последующие дни была проведена ревизия предполагаемого маршрута восхождения на пик Нур-Султан. Провешены перила, очищен маршрут от опасно лежащих камней, расставлены маршрутные вешки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После выполнения основных работ мы коллективно отправились на контрольное испытание маршрута. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Параллельно с нами другая команда организовывала еще одно восхождение на пик Ассамблеи народов Казахстана. И утром последнего дня мы отправились на перевал Физкультурник с целью взаимовыгодного обмена продуктов питания на светодиодные лампы. После обеда того же дня начал прибывать народ из города и в лагере снова закипела работа. Раннее утро 8 июля команда инструкторов ушла на маршрут около 4 часов утра. Наша задача проверка и подгонка снаряжения на участниках восхождения. Желающих подняться было очень много. И так как подготовка у каждого участника разная, не всем это удалось. Попросту из-за нехватки времени. К сожалению, у нас в этот день был поезд. И мы с багажом замечательных впечатлений двинулись домой. Впереди была наша цель Белуха Восточная. Белуха Восточная.